Давайте рассмотрим момент инерции, ну, например, прямоугольника. Хотим найти момент инерции относительно его центра, относительно точки О. Пускай прямоугольник имеет стороны А и В. Для начала найдем момент инерции прямоугольника относительно какой-то одной оси, например, вот такой. Введем систему координат Y и X. Для прямоугольника верна теорема о моменте инерции плоской фигуры, что и О, или и Z, и Z равно и X плюс и Y. Ну, а момент инерции относительно оси Х – это момент инерции тонкого-тонкого стержня, который, поскольку момент инерции не зависит от того, как масса распределена вдоль оси, мы можем так вот сплющить прямоугольник и момент инерции относительно оси Х считать, что он находится так, что это вот тонкий стержень, тонкий стержень, у которого здесь B, сейчас, А пополам, вот здесь минус А пополам, а здесь оси Х. То же самое с осью Y. Значит, это вот нам даст и Х, а точно так же с осью Y. Момент инерции относительно оси Y. Мы можем сплющить относительно оси Y, это прямоугольник, и получим, что есть тонкий-тонкий стержень со сторонами минус, ну, здесь минус B пополам и B пополам. То есть относительно вот этой оси нам нужно находить момент инерции стержня. тонкого стержня. То есть момент инерции прямоугольника можно представить в виде суммы моментов двух стержней. Одного вот такого, второго вот такого. Относительно оси О. Давайте найдем момент инерции стержня. Чтобы найти момент инерции стержня, воспользуемся методом подобия. В чем заключается метод подобия? Поскольку произвольный момент инерции Y может быть найден как альфа на M и на L в квадрате, характерный. Используем вот это выражение. Предположим, что у нас есть стержень. Ну, например, вот этот вот. От минус B пополам до B пополам. Такой вот стержень. У него масса M. И поскольку стержень тонкий, с одной стороны его можно записать вот так вот. А с другой стороны... Да, в качестве L характерного можно взять длину стержня B. Тогда ИО, момент инерции относительно... Или Y. Игрок вы хотели, да? Это альфа на M стержня. Или M прямоугольник. А не одинаков. На B в квадрате. Нам нужно найти альфа. Давайте разобьем этот стержень на два стерженька. Каждый из которых в два раза короче, чем исходный. У него О штрих. У каждого из таких стерженьков. Но каждый такой стерженьок подобен исходному. То есть он имеет длину B пополам. А масса у него тоже в два раза меньше. Поэтому ИО равен 2 на тот же коэффициент альфа. Альфа. Масса у нас будет M пополам. А вместо B у нас длина B пополам. B пополам. В квадрате. Правда, есть одно но. Мы брали относительно оси О. Мы хотим найти относительно оси О. А вот этот момент инерции, который мы здесь нашли, он взят относительно оси О для вот этого стержня. То есть относительно середины стержня. Момент инерции, мы говорили, зависит от выбора осей. Поэтому момент инерции маленького, который мы нашли и записали вот в таком виде, он равен... То есть вот альфа M пополам, B пополам в квадрате это момент инерции относительно его центра. То есть относительно оси О штрих. Чтобы перейти от оси О штрих к оси О, мы можем воспользоваться теоремой Штейнера. То есть плюс масса пополам, то есть масса вот этого кусочка, на квадрат расстояния между осями. Квадрат расстояния, ну давайте расстояние назовем x умножить на x в квадрате. Приравняем эти две величины. Альфа M B квадрат равно 2 альфа M пополам B пополам в квадрате плюс M пополам. А x у нас это B на 4. B на 4 в квадрате. Двойка сокращаем. Здесь у нас B квадрат на 4 на M, а здесь просто B квадрат. Получится альфа M B квадрат на единицу минус 1 четверть, там на 3 четверти, равно M B квадрат делить на 16. И тогда альфа M B квадрат равно M B квадрат на 12. альфа M B квадрат это момент инерции стержня длины B относительно его центра. И это момент инерции стержня. Таким образом, решая эту задачу, по ходу дела мы получили, что момент инерции стержня и стержня относительно его оси, относительно оси, проходящей через центр масс, равен M L квадрат на 12, где L это длина стержня. Далее мы можем вернуться к прямоугольнику. Для прямоугольника момент инерции прямоугольника и прямоугольника он равен и x плюс и y и он равен сумме двух моментов инерции. Момент инерции стержня массы M относительно оси x и момент инерции стержня относительно оси y. То есть M A квадрат на 12 плюс M B A квадрат на 12 и получим отсюда M A квадрат плюс B квадрат на 12. Это момент инерции прямоугольника со сторонами A и B. Мóстер. Аминь. 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 Продолжение следует...